Фондоматы сбор бутылок на новый лад. Опыт советского времени по приему использованной емкости в наши дни более чем актуален. Пластмассовую и металлическую тару от напитков теперь принимают не бабушки в окошках, а современные машины. Для того, чтобы сдать в аппарат бутылку пластиковую и алюминиевую, на бутылке должна быть этикетка со штрих-кодом. Когда ее вставляешь, штрих-код считывается и аппарат понимает, в какой из контейнеров его нужно перегрузить. Бутылка загружается, сминается и попадает в пакет. Такой аппарат вмещает 600 пластиковых бутылок и 800 алюминиевых. Обязательное условие – наличие штрих-кода и специальный чек. После регистрации на сайте эко-пунктов по нему начисляются баллы, за которые можно совершать покупки. Такие аппараты уже установлены в некоторых школах округа. Для детей это возможность выработать хорошую привычку. Это такое начало проекта. И нужно, во-первых, это как раз воспитание. Мы говорим, что нужно вложить в голову это все с детства, чтобы за собой убирать, чтобы у нас было чисто. Не только дома, но и вокруг нас везде. Поэтому вот здесь вот в школе мы как раз и увидели, в частности, и хотели поинтересоваться и у педагогов, и кто здесь работает в целом, как вообще дети к этому относятся. И мы видим, что это, ну в принципе, для них это даже интересно. И мы понимаем, что они теперь и из дома приносят бутылки, чтобы получить эти бонусы. Вы знаете, это идет такой пошаговый процесс, но нам бы хотелось, чтобы он был удачным. В 12-й школе фондомат установили совсем недавно, но он сразу вызвал у школьников неподдельный интерес. И дело не только в баллах. Они понимают, что это единственный способ решить проблему роста свалок. Сейчас в первую очередь эко-пункты ставятся на территории детских учреждений, школ, для того, чтобы с раннего возраста детей приучаться к тому, что надо ответственно подходить к вопросу разделения мусора. Разделение мусора позволяет уменьшить количество отходов, которые направляются на захоронение и дать вторую жизнь уже отработавшим вещам. В частности, эко-пункты позволяют собирать пластиковую тару, бутылки, которые направляются на переработку. И дальше из этого пластика также выпускаются либо бутылки, либо еще какая-либо продукция, полезная для населения. Автоматы устанавливаются за счет регионального оператора. Собранная тара вывозится на переработку. До конца года такие аппараты появятся в 14 образовательных учреждениях. Еще два фондомата уже установлены в парке Малевича и Раздоры. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...